В эфире очередной выпуск программы Амчера. Здравствуйте! Государственный бюджет – основной финансовый план нашей страны. На что он будет ориентирован в будущем году? Ожидается ли повышение заработной платы? И сколько денег было выделено в этом году на борьбу с COVID-19? На эти вопросы в нашей программе отвечает вице-премьер правительства, министр финансов Владимир Делба. Владимир Валерьевич, Вы являетесь министром финансов и параллельно занимаете должность вице-премьера правительства. Курируете три организации. Это министерство по налогам и сборам, таможенный комитет и министерство здравоохранения. Как Вам комфортно в этой должности работаете? Как Вы с руководителями этих ведомств работаете? Насколько Вам комфортно? Работа с руководителями этих ведомств строится на очень тесных взаимоотношениях. Достаточно молодые и опытные люди, квалифицированные специалисты, хорошо знающие свое дело. Все наши предложения, инициативы мы обсуждаем коллегиально, вместе. И только после того, как найдем консенсус в этих вопросах, тогда мы принимаем консолидированные решения. Или вносим на рассмотрение вышестоящей организации наши предложения. Здесь некомфортной работы не может быть, потому что мы друг друга хорошо понимаем, слышим. Цели и задачи ясны, понятны. И вот в такой конструктивной атмосфере мы работаем вместе с ними. В последнее время самая актуальная тема в нашей стране, и не только, это пандемия. Вот какие коррективы она внесла в Вашу работу? С нашей стороны, конечно, была дана оценка состояния финансов в стране. Прежде всего мы пошли по пути мониторинга, еще раз повторюсь, инвентаризации всего имеющегося финансового потенциала в нашей стране. Здесь особую поддержку нам оказывали наши коллеги, специалисты на местах, просчитывали определенные риски. Корректировку, несомненно, в этих условиях очень значимая корректировка повлияла и на подготовку проекта бюджета на следующий год. В этих условиях, сжатых по срокам, и еще с учетом этих обстоятельств, нам пришлось очень активно мобилизовываться. В этой связи были мобилизованы весь имеющийся потенциал, те, кто занят этой работой. Мы продолжаем в таком режиме работать, ни минуты не расслабляясь, постоянно занимаясь общей тематикой, чтобы не сбиться с ритма, чтобы у нас не произошли какие-то нестандартные ситуации и случаи. За последние 10 месяцев на борьбу с COVID-19 было выделено около 85 миллионов рублей. Откуда эти финансы? Как вам удалось их найти? Это же не запланированные расходы. Мы пошли по пути оптимизации многих расходов. Очень активно начали заниматься мобилизацией доходов, администрированием доходов. Здесь я, наверное, еще раз повторюсь, часто об этом говорю. Здесь активную поддержку в этом вопросе играл Государственный таможенный комитет, Министерство по налогам и сборам. Имеющийся потенциал был, еще раз повторюсь, полностью проинвентаризирован. И началась активная поддержка системы здравоохранения, непосредственно связанная с борьбой с этим явлением. Действительно, уже более 85 миллионов рублей были направлены на эти цели. Это бюджетные средства, это были задействованы все медицинские программы системы здравоохранения. Очень активно используется резервный фонд президента. Президент очень активно и очень внимательно, постоянно оставляет мониторинг ситуации по этой тематике. Поэтому поддержка идет здесь такая чувствительная. Ну, кроме бюджетного финансирования, мы наблюдаем и то, что наши граждане, юридические лица, соотечественники за рубежом тоже оказывают поддержку нашей стране в борьбе с COVID-19. Ну, такая поддержка, она оценивалась в более 50 миллионов рублей, после чего мы еще вот уже в текущем месяце, как известно, получили адресную финансовую помощь на эти же цели от Хазарета Совмен. Более того, парламентом Республики Абхазия было принято постановление о направлении из своей бюджетной сметы средств до 2 миллионов рублей тоже на приобретение необходимых медикаментов, медицинских изделий для лечебных учреждений нашей страны. Я еще бы хотел обратить внимание на дополнительные источники финансирования мероприятий по борьбе с COVID-19. 13 ноября текущего года было подписано решение премьер-министром об установлении мероприятий по защите населения и распространению коронавирусной инфекции. Определены источники финансирования, объем мероприятий составляет 152 миллиона рублей. Он состоит из двух направлений. Я хочу сразу об этом сказать, что все средства, оставшиеся в резервном фонде президента, глава государства направляет за последние два месяца текущего года полностью на борьбу с этим явлением. Были перераспределены следствия финансовой помощи, которые составили в 105 миллионов рублей. И вот эта совокупная сумма, о которой я сказал, 152 миллиона рублей, будет направлена до конца года на мероприятия по борьбе с COVID-19. Мы стараемся держать неснижаемые остатки средств, в том числе и в Гудаутском госпитале. Более того, мы постоянно держим в резерве определенные средства для мгновенного реагирования. Вот мероприятие, о котором я сказал, в объеме 152 миллиона, это, конечно, в какой-то мере поможет, поддержит, значит, систему. Там много разных мероприятий, несомненно, включая и оплату труда работникам медучреждений, которые заняты в Гудаутском госпитале, значит, лечением больных. Кстати, хотел бы тоже повторить, ну или напомнить, как в этом смысле мы информацию преподносим довольно часто. Уже на эти цели, а цель я имею в виду о выплате заработной платы работникам системы здравоохранения, которые заняты в Гудаутском госпитале, уже направлено 22,5 миллиона рублей. Еще за текущие месяцы, это октябрь, ноябрь, декабрь, еще планируется 22,5 миллионов рублей направить. Вот такая вот поддержка принята решением сопредседателей межправкомиссии, изысканы средства, перераспределена поддержка и будет направлена на эти цели. Надеюсь, что она в какой-то степени поможет. Там очень много мероприятий связано с приобретением медицинского оборудования, лекарственных препаратов, но и многих других необходимых средств для системы здравоохранения. Владимир Валерьевич, есть ли у нашего государства на сегодняшний день внешний долг? Внешний долг нашей страны по состоянию на текущую дату составляет 1,5 миллиарда рублей. С учетом суммы основного долга и, естественно, процентов по его обслуживанию. Этот долг сформировался с 2010 года. Называется он «Долг по экспортному кредиту, предоставленному на развитие реконструкции железной дороги». Хочу сказать, что у нас учитывался в долговой книге нашей республики долг в объеме 700 миллионов рублей и по полученному кредиту на развитие банковской системы. В 2020 году полностью удалось погасить этот кредит Национальному банку в объеме 700 тысяч рублей. В текущем году тоже было полностью и своевременно обеспечено финансированием платежей по погашению долга. Объем средств на этих цели составил 134 миллиона рублей. График погашения у нас реструктуризирован по экспортному кредиту до 2029 года. Ежегодные платежи с учетом процентных расходов по обслуживанию долга составляют порядка 120-130 миллионов рублей. Но мы справляемся пока собственными ресурсами, хотя очень-очень, естественно, в таких условиях сложно. Но международные наши обязательства мы выполняем своевременно и в полном объеме. На сегодняшний день нуждается ли бюджетная система в реформировании и что вы делаете в этом направлении? Такие изменения, совершенствования инициативы надо предлагать с учетом реальности, с учетом быстро динамично меняющихся обстоятельств в стране, с учетом развития технологий. Сегодня мы, очевидно, понимаем, что совершенствовать в том числе бюджетное законодательство можно и нужно быстро. В этой связи мы подготавливаем предложения, мы их рассматриваем с различными экспертами, с коллегами, в том числе из Российской Федерации. Мы очень часто проводим собеседования, оцениваем правоприменительную практику нашего бюджетного законодательства. Несмотря на то, что оно принято не так давно, закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса, мы уже понимаем, что в него надо вносить изменения, это продиктовано временем. И вот такие инициативы мы стараемся предлагать, но и очень хорошо, что они находят такую чувствительную, адресную, мгновенную поддержку. Без развития сегодня сложно, потому что технологии приходят везде, в том числе и в управлении общественными финансами. Без этого невозможно. Мы все понимаем, что каждый этап развития должен приносить что-то новое, улучшать качество жизни населения, улучшать в данном случае в нашей сфере администрирование, прозрачность, транспарентность расходов. Вот на эти цели и мы сами настроены. Владимир Валерьевич, я возьму, наверное, на себя такую ответственность и скажу, что вы один из лучших финансистов в нашей стране. Скажите, кто вас учил бюджетному процессу, кто ваши учителя? На самом деле, очень громко сказано, наверное, один из самых лучших финансистов. Ну, финансистов очень много в нашей стране, опытных, достойных, знающих свое дело. Моя работа в Министерстве финансов началась, когда я проходил учебу в Абхазском государственном университете, будучи на третьем курсе. И вот тогда мы попробовали себя, я говорю, мы, в числе которых находился тогда и действующий председатель контрольной палаты нашей страны, Роберт Иванович Ашба, еще один молодой человек, наш товарищ, к сожалению, он скоропостижно скончался. Вот мы решили сделать первые шаги свои в трудоустройстве, и это было Министерство финансов. Несомненно, опыт и знания, которые нам передали в Министерстве финансов, они связаны с легендарным нашим министром финансов в республике Лейду Гуженэмганба. Здесь я очень признателен за отношения, за ее подготовку специалистов. Здесь нам была привита самая, наверное, главная повышенная ответственность за выполнение своих обязанностей. Огромным опытом, знаниями, навыками с нами поделились те, которые нас учили этому. Такие специалисты, работники Минфина, как Валентина Владимировна Шуваева, Слана Джугузовна Цвижба, Антонина Михайловна Хухуа, Борис Дамевич Кетия. Это люди, которые постоянно опекали нас, постоянно заботились о том, чтобы мы получали как можно больше знаний. Постоянно говорили о том, что мы должны повышать квалификацию, совершенствоваться. Показывали на опыте, как строится бюджетная система, как реализуется бюджетный процесс, какие основные принципы, направления. Вот это, несомненно, нам всем помогло. И вот этот опыт такой, наставничество, он сильно-сильно повлиял на нас, в частности, я о себе хочу сказать. Я действительно стал активно заниматься изучением работы Министерства финансов. Ну и потом вот пошло в этом направлении детализация по направлениям. И еще раз хочу сказать, что колоссальный, огромнейший опыт я получил, работая с этими людьми. Приближается конец года. Вы уже подготовили проект бюджета на следующий год. Каковы параметры индикативного плана Министерства экономики? Показатели каких отраслей увеличились или наоборот снизились? Проект закона о бюджете на следующий год был подготовлен, рассмотрен на заседании Кабинета министров. Вот и установленный законом сроки направлен на рассмотрение в Народное собрание Парламент Республики. Проектировки бюджета на следующий год, несомненно, основывались на индикативных показателях. С учетом того, что у нас замедлились экономические показатели по экономике, мы и это учли, несомненно. Оценили влияние ситуации нынешней. Как она будет распространяться, возможно, сценарий, как будет распространяться в следующем году. Естественно, нельзя было не оценить и уже имеющиеся показатели текущего года. Ну, характерно, что снижение показателей в такой отрасли, как туризм, оно очевидно. Соответственно, мы наблюдаем снижение показателей отчасти в торговле. Но вместе с тем есть и плюсы в этом. По текущему году можно сказать о росте отдельных показателей экспорта сельхозпродукции. Об этом я тоже часто говорю. Вот ситуация с пандемией, она все-таки, наверное, люди, наше общество прониклась вот этой атмосферой. И что у нас стало происходить? У нас производство собственной продукции, особенно сельхозпродукции, оно значительно выросло. Это же очень положительный факт. Вовлечение земель в оборот стало гораздо больше. Мы сегодня наблюдаем, что импорт сельхозпродукции, вот он снижается. Ну, в той номенклатуре, в которой, во всяком случае, у нас может произрастать. Вот этот вот фактор мы решили, естественно, обратить и в проект бюджета следующего года, где на сельское хозяйство бюджетное сигнование предусматривается в объеме 100 миллионов рублей. Это вот чувствительная такая адресная поддержка будет сельхозпроизводителям, нашим аграриям, которые, на мой взгляд, позволят двигаться в том поступательном направлении, которое мы сегодня наблюдаем. Какова будет политика поддержки малого бизнеса? Это будет кредитование, дотация или вот иная какая-то форма? Ну, это в контексте предложенных инициатив, которые легли в основу проекта бюджета 2021 года. На поддержку субъектов малого предпринимательства предусматривается 50 миллионов рублей. Здесь, несомненно, формы и методы поддержки прежде всего нам хотелось бы обсудить непосредственно с предпринимателями, в какой форме они хотят это видеть. На мой взгляд, кажется, что прямого бюджетного финансирования в полном объеме не должно быть. Здесь нужна обратная связь, здесь нужны программы софинансирования, которые позволят мотивировать бизнес на его расширение. Цель в таких проектах, вот в нынешних условиях, она одна. Это чтобы не был загублен бизнес, чтобы не росла безработица, чтобы занятость населения оставалась. Но, естественно, чтобы мы, как представители органов государственной власти, смогли не только оказать чувствительную поддержку в виде предоставления финансовых средств, но, естественно, потом вести его дальше, в том числе и предоставлять рынки сбыта, ну или способствовать этому. То есть, меры экономической политики должны присутствовать всегда, везде, на каждом этапе развития бизнеса. По вашей инициативе парламент проголосовал за внесение изменений в закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия. Что это даст? Это продолжение тех идей, тех инициатив, которые легли в основу совершенствования бюджетной системы. Был подготовлен в недрах Минфина совместно с нашими коллегами. Мы всегда даем оценку правоприменительной практики не только в нашей стране, но и в других странах. И ищем самое лучшее, чтобы не допускать ошибки, чтобы не сталкиваться с ними в будущем. Подготовили законопроект, который тщательно был рассмотрен в парламенте Республики Абхазии. Законопроект призван устранить отдельные противоречия между отдельными нормами других законов. Но и самое важное, законопроект направлен на упорядоченные системы учета государственных обязательств. Это важный шаг в этом направлении, который, на мой взгляд, точно сможет более эффективно повлиять на управление государственными финансами. Здесь, несомненно, я лично выражаю признательность депутатам за единогласную поддержку законопроекта. Он теперь будет находиться в постоянном мониторинге, в постоянном развитии этот законопроект. Полагаю, что и в обозримом будущем мы, с учетом оценки бюджетного законодательства, такие же инициативы будем предлагать. Ну а какие еще законопроекты вы готовите и насколько они необходимы? Министерство финансов, как центральный орган госуправления, наделен полномочиями в реализации не только бюджетной политики, но и налоговой, регулировании таможенных тарифов. Во многих других сферах, связанных с общественными финансами, вообще с финансами, состоянием учета, в этой связи постоянно в Министерстве финансов находятся в подготовке, а также рассматриваются различные законодательные акты. Ну вот за последние месяцы Минфином было подготовлено 4 законопроекта, которые внесены на рассмотрение в правительство. В соответствии с нашим законодательством ни одно решение Кабинета министров, и в принципе, по сути, ни один законопроект без финансового заключения, который дает Министерство финансов, не может проходить процедуру. И вот у нас очень много проектов находится на рассмотрении, которым мы даем финансовое заключение. Более 10 находятся сейчас в разработке. Еще раз хочу повториться по времени. Вот за достаточно короткий срок уже принято 17 внутриведомственных нормативных актов Министерства финансов, которые позволили улучшить систему и администрирования, и расходования средств. Наши сотрудники находятся в постоянном контакте со своими коллегами из других министерств. Мы осуществляем постоянное представительство в 10 комиссиях и рабочих группах. Так что вот так вот строится работа именно нормотворчества в Министерстве финансов. Этим занимаются практически все сотрудники. Практически. Каждый, разумеется, в своей сфере, которому поручено, по направлениям. Насколько я знаю, вы еще преподаете в Абхазском государственном университете. Как вам удается совмещать работу в Министерстве финансов и в университете? Работа со студентами – это особое направление, работа с молодыми людьми. Я имел возможность определенное время поработать в Абхазском государственном университете. Ну и, по сути, и имею такую возможность по сей день под руководством легендарного, известного ученого, академика, профессора Олега Алексеевича Гварами. Это бесценный опыт работы с этим человеком. Ну и со многими другими. Там, работая в нашем национальном образовательном центре, там начинаешь осознавать, что вот именно из этих недр должны выйти будущие управленцы, из этих недр должны выйти будущие специалисты. И те знания, которые там дают, они достаточны для того, чтобы принимать ответственные решения. В этом смысле можно сказать, если ты хочешь учиться, ты научишься. Действительно, я не разорвал связь с Абхазским госуниверситетом. Буквально вот в прошлую субботу, у меня в субботу там лекции, потому что в другие дни, ну физически просто не получается, в субботу. Четыре лекции вот у меня были со студентами. Я читаю два специальных курса. Один из них называется «Бюджетная система Республики Абхазия», второй «Государственный финансовый контроль». Мне кажется, что знания, которые университет дает, они приносят не только эффективность в работе, они и создают преемственность. Они создают в определенной степени, да даже не в определенной, а в большей степени конкурентноспособность для других образовательных учреждений, не на территории Абхазии. Это я говорю не понаслышке, это я говорю с тем, с чем я сталкивался. Кадровая политика или подготовки кадров в Министерстве финансов всегда относились очень трепетно, очень предметно к этому подходили. Хочу сказать, что многие работники Министерства финансов это, несомненно, выпускники национального вуза. Это в том числе и мои выпускники, в том числе и мои студенты, которые окончили университет с красным дипломом. Это выпускники юридического факультета, выпускники экономического факультета, выпускники филологического факультета, которые успешно трудятся в Министерстве финансов и выполняют добросовестно свои служебные обязанности. Я признателен тому, что сегодня я нахожусь рядом с молодым поколением и мне комфортно с ними очень работать. Я понимаю, что знания, которые я могу им передать, они, возможно, им пригодятся в будущем. Проект бюджета, насколько мне известно, он составлен дефицитный. Какие вы видите источники дохода для покрытия этого дефицита? Проект бюджета Республики Абхазия уже с 2013 года составляется дефицитным. И на 2021 год тоже представлен с дефицитом в 119 миллионов рублей. Дело в том, что это говорит о принятых обязательствах государства, которые превышают доходные источники. Здесь, несомненно, был определен подход к поиску источников финансирования дефицита. Но прежде всего мы опираемся на внутренние источники финансирования, такие как привлечение кредитов. Кредитов Национального банка и других кредитных организаций нашей Республики. Источниками финансирования уже в следующем году, после того, как завершится текущее, могут быть определены и остатки средств на счетах бюджета. Это тоже является источником, который может позволить финансово обеспечить отдельные расходные бюджетные обязательства. Ничего, еще раз повторюсь, здесь плохого и сложного в этом нет. Бюджетный дефицит — это стимул для принятия решений, для поиска решений, для мотивации, в том числе и работников финансовых органов, и других, кто занят администрированием для поиска средств в государственный бюджет. Когда денег много, тогда все легко, тогда все просто. А когда их не хватает, вот здесь нужны особые способности, вот здесь нужны особые подходы, и в том числе меры, которые сейчас мы предпринимаем. А какой будет бюджет? Он будет социально ориентированный? Какая сумма будет уделяться правопорядку, безопасности? Сценарные условия и проектировки бюджета на следующий год, они сохраняют свою социальную направленность, как и в предыдущие годы. Приоритетными направлениями по-прежнему являются наравне с системой обороноспособности, правопорядком, разумеется, здравоохранение, социальная политика. Большая часть средств уйдет на эти цели. В 2021 году продолжится мероприятие по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Это прежде всего касается работников здравоохранения, образования, культуры, социальной политики, спорта. Это повышение заработной платы, оно происходит ежегодно. Ну и вот мы постараемся достичь заданных целей, достичь целевых значений в 2021 году на уровень. Тот, на который мы прогнозируем. Отдельные виды расходов государственного бюджета, несомненно, претерпели корректировку. Несомненно. Я об этом говорил. С учетом того, что мы прогнозируем в следующем году уменьшение собственных доходов, порядка 250 миллионов рублей. Это нам продиктовало то, что надо провести более тщательный мониторинг и инвентаризацию всех расходов. И вот на этой основе мы предложили сократить, ну сократить на 2021 год. Возможно, перенести на более поздние бюджетные периоды такие расходы, как на приобретение имущества, включая автотранспортные средства. На мероприятия, которые, на расходы по приобретению офисной мебели, ну и другие расходы повышенной комфортности, которые можно было позволить себе. Эти расходы, несомненно, нужны. Но обстоятельства складываются так, что в следующий год, как и в текущий год, необходимо воздержаться. Потому что нет таких доходных источников, которые могли бы финансировать подобные расходы. Здесь распорядители бюджетных средств, то есть наши все министерства, ведомства, отнеслись к этому очень спокойно. Вот восприняли, несомненно, о том, что функции и обязанности по сокращаемым расходам у них не уменьшатся. Они будут выполнять свои обязанности. Все необходимое у них будет для выполнения задач. Поэтому полагаем, что вот в таком ключе бюджет следующего года может быть реализован. Конечно, есть и другие мероприятия социального характера. Сохраняется полностью финансирование на мероприятия по предоставлению жилья нашим гражданам и улучшению жилищных условий. Это две целевые программы, которые оцениваются объемом в совокупности 40 миллионов рублей. Естественно, сохраняются все действующие программы системы здравоохранения. Более того, новая программа предусматривается. Сейчас она проходит детализированную проработку в аппарате правительства. Будет обсуждаться конкретика на мероприятия по защите населения от коронавирусной инфекции. Борьбе с ковид предлагается в следующем году через систему здравоохранения выделить на эти цели 40 миллионов рублей. Вот это новая дополнительная программа, которая будет целевой, будет вестись отдельно от других общих программ системы здравоохранения. Ну вот такие вот приоритеты расставлены проектом бюджета на 2021 год. На сколько процентов будет повышение заработной платы? Это будет ощутимо? Ощутимое повышение заработной платы? Наверное, мы на этот вопрос никогда ответ не получим, что вот оно ощутимое, потому что всегда не хватает средств. Но дело в том, что есть определенные заданные целевые значения, до которых надо достигнуть. Ну вот, к примеру, если средняя заработная плата в системе здравоохранения должна составлять 23 тысячи рублей в этом году, то она достигнута. В следующем году мы планируем достигнуть до 27 тысяч. Это абсолютно не говорит о том, что все категории работников системы здравоохранения должны будут получать 27 тысяч рублей. Они делятся тоже по категориям врачи, средний персонал, младший персонал. Ну вот в среднем это должно быть такое значение. Конечно, кто-то может получать и 30, и 35 тысяч, кто-то может гораздо меньше, но в совокупности средняя заработная плата должна достигнуть 27 тысяч рублей. Вот на такой уровень мы собираемся выходить. Ну и по другим, конечно, отраслям бюджетной сферы аналогично. Мы прогнозируем доходы государственного бюджета в объеме 10,6 миллиардов рублей, расходы прогнозируем в объеме 10,7 миллиардов рублей. Вот с таким дефицитом в 100 миллионов рублей мы вышли с предложением в Народное собрание Республики Абхазия. Вы уже говорили выше, я сейчас хочу вернуться еще раз к этой теме, о том, что Министерство финансов сократило финансирование на так называемые прочие расходы у некоторых организаций. С какой организацией вы начали, как это было воспринято и о какой сэкономленной сумме идет речь? Министерство финансов, несомненно, такие действия не делает и не сделало самостоятельно. Этому предшествовало решение президента страны об определении приоритизации расходов, поручение правительству принять ряд мер по стабилизации бюджетной системы, после чего были определены приоритетные расходы. В соответствии с этим решением вся бюджетная система начала менять направление бюджетных средств, определяя ее приоритетность. Здесь отдельных подходов к отдельным организациям, конечно, не было и не происходит, и не произойдет, потому что четкие правила существуют. Если нельзя приобретать имущество одним, то его нельзя приобретать в таком виде и другим. Здесь исключения из правил не должно быть. Еще раз повторюсь, на самом деле эти меры, они кардинально изменили ситуацию. Кардинально. Вот я хочу еще раз повториться, если оценка была в минус 2 миллиарда, то мы уже до 800 миллионов рублей оцениваем по году. Это повлияло. Приоритетность определена. Капитальные расходы бюджета переносятся на поздние периоды. В приоритете находится защита населения. Это первая приоритетность, которая обозначена в этих решениях. Защита населения от распространения коронавирусной инфекции. Я так полагаю, что это очень емкое назначение, но оно реализуется в тех самых ключевых направлениях, в которых оно необходимо. Одна из важнейших задач Министерства финансов – это своевременная выплата заработных плат и пенсии. В последнее время есть задержки. Из-за чего это происходит? Доходы государственного бюджета формируются от поступлений в бюджетную систему, которые состоят из налогов и других платежей. Когда неритмичность, нестабильность поступлений, естественно, будет и сохраняться такая же неритмичность выплат. Но что я хочу отметить в отношении финансирования расходов по заработной плате? Нам за последние месяцы удалось удержать расходы по заработной плате в тех значениях, в которых они должны выплачиваться ежемесячно. Заработная плата выплачивается по стране сейчас своевременно и в полном объеме. К примеру, хочу сказать, что на сегодняшний день, сегодня у нас 17 ноября, заработная плата по стране выплачена более чем на 90%. Это достаточно хороший показатель, даже, можно сказать, отличный показатель. Дело в том, что не всегда такая возможность была к такому времени обеспечивать такой уровень выплаты заработной платы. Но здесь я повторюсь еще раз. Такое ускорение средств на выплату заработной платы прежде всего продиктовано тем, что платежи из фонда оплаты труда направляются и во внебюджетные фонды. Нам очень важно сейчас, чтобы эти платежи попали в бюджеты внебюджетных фондов, в том числе в пенсионный фонд, мы наблюдаем там задержку до 30 календарных дней. Вот именно по этой причине мы ускоряем прохождение бюджетных средств через республиканский бюджет, чтобы накопить там и сокращать вот этот порог, который состоит сегодня из 30 дней. В отдельных случаях нам это очень удается. Мы сегодня наблюдаем, что задержка уже сокращена на 15 дней. Здесь очевидно и то, что в пенсионный фонд тоже средства поступают не в полном объеме. Мы об этом с вами говорили, когда обсуждали изменения экономических показателей наших отраслей. Несомненно, это повлияло на доходы и пенсионного фонда, и других внебюджетных фондов. Так что вот такое замещение, такая подмога из республиканского бюджета, бюджетом других государственных внебюджетных фондов, она вот сегодня имеет место быть в таких объемах. По-вашему, какими качествами должен обладать чиновник? Я твердо убежден, прежде всего, государственный чиновник, на которого возложены полномочия принимать ответственные решения, прежде всего он должен быть очень компетентным, очень компетентным, знающим свое дело. Ну, разумеется, такие качества, как честность, как справедливость, как дружелюбие, отношение к коллегам, это несомненно важно, но компетентность, знания, навыки, вот эти качества должны впереди всегда идти, потому что решения, которые принимает государственный чиновник, они зачастую являются такими решениями, по которым может жить вся страна, наши граждане, и поэтому они должны быть настолько правильные, настолько выверенные, чтобы как можно меньше потом совершалось ошибок. На мой взгляд, вот такие основные качества государственного чиновника должны присутствовать. Ну и традиционный вопрос в конце нашей передачи, мы всем это задаем. Вы нам можете сказать определенный конкретно какой-нибудь проект, который вы выполните в определенный срок, к которому бы мы вернулись через энное количество времени? Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что в Министерстве финансов ставится задача не только словесно, не только устно, она, разумеется, сформулируется, более того, она определяется в том числе и временными рамками. И в обозримом будущем я убежден, что один из масштабных проектов, которые мы реализуем, это мы обязательно перейдем на электронно-цифровую подпись. Электронно-цифровая подпись сегодня есть в Центральном аппарате Министерства финансов, но, разумеется, этого недостаточно. Электронно-цифровая подпись с учетом развития технологий, в том числе и в нашей стране, должна находиться у каждого бюджетополучателя и у каждого администратора доходов. Поэтому к этому мы поступательно идем и есть хорошие предпосылки, уверенность. У меня есть твердая уверенность, что мы обязательно это сделаем. Это будет хорошим элементом развития. Это поможет повысить эффективность управления средств, в том числе и целевое использование за ним. Какие сроки? Сроки определены в первом полугодии следующего года. Мы вас ждем. Владимир Валерьевич, я благодарю вас за беседу. Я вам желаю удачи в вашей нелегкой работе. Благодарю. Спасибо вам. Мы всегда рады видеть вас, всегда готовы поделиться открытой, откровенной, достоверной информацией. Так что в этом смысле мы признательны за приглашение, за интервью, которое вы у меня взяли. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова